Это тоже считается в храме. И вот сегодня мы слышали обетование Божие даны. Рай и ад. Пасхал, звоните на пир. Рай. Елея. И пришли. Ах. Вино. Елея оказался непринятым. Теперь некоторые пришли. В небрачной одежде. Выбросьте во тьму. Опять вино. Я бы хотел без вина проповедовать. Нет такого учения. Это не наше учение. А не только одно. Христос умер, кровь правил, воскресенье. А ад вообще не проповедует. Могу про хрящу. Могу про хрящу? А это слово по-другому надо понимать. Я говорю, а, никакого ада нет. Это земля, куда Христос пошел, а тут люди неправильно живут. Вообще, я говорю. В огне мочится в ад. Это хряща. Что бы ни сказал. Я говорю, женщина должна быть вороной Божьей. Вот это в царинке нам написано. Только он у самец не смешен. А когда две полноцеркви отделились, чтобы такое безумие проповедовать. Никогда этого не было, чтобы хряща учила, живи как сам ты хочешь видеть. Всегда был порядок, строгость, смокренность. Даже не все, по слову, Божье часто было. А почему? А вот когда люди спали, пришел враг. И посеял плевел. Ну, кажется, плевел это понятно, что такое. Сейчас, когда мы говорили, называется «сморная полевая трава». Семейство Злаковых. А дальше, говорит, в образном, отделить плевел, означает отделить хорошее от дурного, бредного. Это словарь так говорит. Все, что не пшеница, что не съедобное, это плевел. А плевелы? Живем дано? У кого не спеть? Нет, не дано. А почему враг пришел, спасел? И спали. Распали. Никто не охранял поле. Причина-то вся блачок. А дальше уже начали давать советы, которые совсем никуда не годятся. А вот иречики появились. Появились. Ничего нельзя. А вырвем мы. Давайте инцидицию устроим. А сколько людей невинных погибло с этой инцидиции? Рассказьте, расти мельче. Теперь так и будет расти. Я с вами несколько вопросов. Почему враг спасел и не заботится плотного? Хозяйница заботится о пшенице. Ну поспали, проснулись, увидели. Дальше убирается. А враг вообще не заботится. Почему? А вот сколько мы не тяпываем, сколько живем. И каждый год летит. Перезимует. И жук этот колорадский сохранится. И он знает, какая зима будет. И ну все. А человек, если осталась одна, она непременно замерзнет. Хороший, если по семье тут пропадет, враг не заботится. Почему он между пшеницей сеет? Потому что весь мир плевел, и ему важно погубить верующих. Почему надо сказать? Просто погубить человека, никому ни с какого труда не стоит. Это отрождение, говорит, себе проклятое, приготовленное на вечное сражение. Главное – погубить верующего. Погубить верующего. Рассказывает о том, как и омагам было показано. Однажды на стадионе он видит площадь там. Идет шабаш, ведет дьявола. И он берет отчет. Он говорит, что сделал? Я Канаду погубил. Он говорит, я Лаймед сбросил. Разбился. Террористы взорвали. А сколько сейчас? 180. Поверующие были там. Не обморились? Нет. Бейте его. И каждый говорит, что у меня свадьба была. А потом драку устроил. Сколько ты трудился? Да я готовил свадьбу целый год. А на трейдинге он говорит, что отец в пустыне трудился. И погубил. Вот этот получит награду. Одного погубил. Потому что клеверы они ничего не стоят. Они уже приготовлены к вечному осуждению. А вот Пшениченко как погубить? Он хотя бы самому будет подходить. Через близких, родных. Слово Клеила встречается только гостям раз. И только в Евангелии от Матфея. И только в 13 главе. В 25-й это тараковой стих. Поэтому ссылаться не нужно. Я решил посмотреть, что такое сон. Главная причина, что они не досмотрели. Пшеничка была высеяна. Все по порядку. Они остались у хозяина. То есть это люди царфовные, и сектанты, и элитики. А что такое Клеила? Читаем. Злые дела, Ереси. Враг креет Ереси. Сомнения. Благодарение. Притча Соломона 6-9. До коли ты ленивец будешь спать? Когда ты отстанешь? Доходишь от смаза его. И вот как разбойник придет нужда твоя. Сон. А вы хотите узнать, как трудно бороться? Сосно. Начните рано вставать. И чтобы дети с вами рано вставали на молитву. По крайней мере не позже 6-ти. Следите на 5, а потом до 25. Редко у кого получится. Вы будете разные-разные причины искать. А причина только одна. Нет навыка. Дух Святой тебя не тревожит. Не лежишь. Походите туда еще. Никогда в него не вложите. Никогда. Оно вредно для организма. Если все, кто задыхается, сидя минут 15, позволь себе. Рабочники спали, брат пришел. И скажи, я ушел, а брат в это время на сей. Креща. Шестая глава. Дальше. Храни заповеди. Как бороться с ревелами. И когда ляжешь спать, они будут охранять тебя. И когда пробудишься, они будут беседовать с тобой. Вот если бы мы умели дать отчет, о чем мы думаем, когда идем. И как бы это изобразить на бумаге в нашем мысле? Мало там божественного. Много хозяйства, поддержания этой жизни, заботы жительские. Питча 20.13. Не люби спать, чтобы тебе не обеднеть. Держи открытыми глаза твои. И будешь засыпать из сверху. Бог дал нам обетование одно и остану тебя. И когда будешь соблюдать заповеди Божие, вот это привозит. А что это? Все остальное. Все проповеди. Патриарх, митрополит. А что остальное? Нет в Библии этого. А написано все сие. А в сие сие написано хлеб и одежда. Больше ничего не обещали. А то все остальное. А все остальное это машины и дачи, и сауны, и все. Все остальное. Это что в мире есть? Бог ничего этого не обещал. Но если не будет, правильно вы их пользуетесь. И Паим 5610. Скажи слепы все и невежды. Все они, немцы, немогущие лаи, бедящие лёжи, любящие пасть. Проспали православную веру. Не увидели, что нам греки занесли сюда. Далеко-далеко не евангельскую веру. Проспали никому. Разделила Россию этим расколом. Отплавила русскую нацию. Проспали революцию. Проспали царя. Проспали перестройку. Перестройку-то, Бог любил, какую свободу. Сколько-то можно было сделать. Сидели, никто не вышел. А фиканты трудились. Совершенно новые, неизвестные сетки появились на территории России. И они обосновались очень прочно. Речь идёт на одном собрании, где 50 тысяч находится. Ему задают вопрос. Вы выступали. Какое самое большое созрание было? Созрание было в Луниану. Пасторе Ленинград было 150 тысяч. Выступает через миллионные аудитории. Всё время, говорят, какая-то женщина выступает. Там майоры. Они говорят, это что за деньги? Вы на деньги ушли на храм. Они никому не нужны, эти камни. А если бы всё на прокурой? Да ведь 200 тысяч священников православных даже сегодня имели бы задание каждый день посетить хотя бы один дом. А в неделю эту сеть. Не могла бы не измениться. Остановка была бы другая. Проспали. И продолжают дальше спать. Людущие спать и не могущие лаять. Знаете, это защищать. С первым причином Етийцем. 5-6. Итак, не будем спать. Так проще. Но будем бодрствовать и трезвиться. Я вас спрошу, а вы только сеть не стерпите. Никакого пива никогда вновь не берите. Всякие брачки в банках расколотите, вывезли. Я не успеваю. Гости приедут в суставку, какие-то слова такие находятся. Но у нас и так ума не хватает. Писание будет бодрствовать, где молитесь и трезвитесь. Ну неужели было бы важно, чтобы мы неполноте ума служили Ему? Человек выпьет за один раз, отмирает более ста тысяч лет. Говорят, намного больше. А потом живет вроде, а ничего не понимает, все добывает. Первый этап, батюшки 12. И взял, говорит, копье и сосуд с водою по изголовью Асаула. И никто не видел, и никто не знал, и никто не проснулся. Но все спали, и башон от Господа напал на них. Я прошел, говорю, спать не надо. От изголовья убрали, копье. Да и она закопила это слово Божие. Украли, утащили. Кто утащил? Небрежек, выбросили, стеканцы взяли. Сосуд с водой. Слово Божия, вода, украли, проспали. И никто не слышал, и башон от Господа дул. Вы не ценили, поэтому Господь допустил это. В Библии никакого авторитета не имеют. С кем бы не начал говорить сразу, а вы что, баптисты? Хвала Господу, что у нас в Библии есть. Из Ихиев 23.8. Говорит о Израильской сердце, о Израиле. И говорит, она не перестала блудить. Потому что все с разных сторон приходили, и спали, и расплевали детственные спасцы и прочее издевали. Я подумал, какое отношение к нам имеет? А вот это Декларация Сергии. Добровольно разрешили безбожникам ставить священники, ставить епископов. Расплевали адресов сагер, такая, в детский и новый завет. Совершенно удалили Слово Божие. И это пророчество коснулось нас. Так мы можем их слушать, когда они расплевали, и они оставили Слово Божие. Сейчас говорим, что все это не проповедует священие. Всего никто не спросит. Но сегодня он пропустит что-то Богословение, сразу доложит. Матвея 28.13. Они скажите, что ученики его, когда ночью украли его, когда мы спали. Вот такое объяснение дает человек не верующий, когда спали. И они даже это понимают. Это очень хорошая уловка. Когда мы спали. Все наши несчастья от того, что мы проспали. Ребенок, что у тебя в очереди был, почему ты тогда день и ночь не молилась? Почему тогда день и ночь не няла до рождения его? Садила его в проповедниках. Садила его в проповедниках. Главное вытолкнуть его. Дальше поставим целый день кататься на велосипеде и ставить бежи. Чтобы он несколько раз домой пришел. Поставьте по правилам. Я повторяю. У нас ребята приезжают совсем не верующие. Они только родители подсовывают, они вроде верующие. Ни один ребенок купать не будет, пока не благословится. Купать все пошли все. Вместе хоть 40 человек, хоть 20 человек. Три поклона положили. Пришли. Мы стоим на пирсе. Разделись. Каждый подбегает к старшему благословить. И пока не старшему благословить, ни один есть. И потом они запоминают с одного раза. С одного. Ваши дети не знают, значит, вы их от указа не приучили. Проспали. Совершенно проспали. А когда дети ждут благословения, он им скилает и скилает. Ребенок идет, смотришь, он прямо провоцирует. Один другого толкает, бьет. Может грязью брызнуть, ударить, что беззаконники растут. Это него, конечно. Я вам не верю, что если вы начали потрудиться сегодняшнего дня, дети ваши изменятся. Но никогда ребенку говорите, изменяйся, а ты не изменяешься. Сколько бы ты ему тебя ждал, что надо молиться. И его не научишь молиться, пока ты сам не будешь молить, ты вместе с ним. Ты не будешь ему говорить, что в Библии это хорошо, в Библии обетование Божие, ты ему считаешь, если он тебе поместит телевизор на 32 программы, все открываем его там. Чтобы дети тебя видели в Библии, это у них запомнится. Нам Библия дана, от Бога стоим. Мама говорила мне, а нам мама считала. Вот эти шансы поставили, басисты. У нас остальных преступлений таких нет. Чтобы мама читала Библии, она запомнила, теперь обратилась, вспомнила. Ура, когда отсутствие. Проспали. Россию пропали. ДТС 1934. А когда человек много спит, то сон идет в обнимку с брудом. Вы знаете, когда из собственного вышло, то есть всего лишь три четверо вышло. А чё? Жена у этого не дошла. Потому что двух садов, а из нее не вышел. И две дочери. И забыла, что у них было только об одном. Как родить род? Ах, беда, если дочь не выйдет замуж, остались постаре делать. И сад еще подговорил, отца на коем теперь и спит. Удалось ей, а он еще не знал. Хорошо твой купился. Во сне что делал, не знает. Вторая, и он из-за меня не гейдан, а вдруг получится. И спала, сад, и вторая. Бытие 924. Бой проспался от плена своего. Вот так! Единственный человек. Не убежал за плена. Теяницы царские божи не наследуют. Вот так, спать-то из огня. Немало не помогло, венок губило. Немало не помогло, венок губило. А что? Ну разбился. Одежка была не такая, просто обмаживали с матерью это. Ну и разбился, а там прокурялся. А теперь африканский континент. Проспал от плена своего. Ну сейчас, что я перед Богом? Скажите, может, Господи, в рот не возьму. О, где ты? Это очень хорошо. Чтобы никто никогда не показал. Ты не будешь говорить всему. Сын, не воруешь, а ты воруешь. Он обязательно будет воровать. А если ты уже не воруешь, а воровал, когда-то сын ворует, где не начинается, чтобы вредничества этого не было. Это мы сеем в будущее. Враг приходит сеять через нас. Я нашел, где он сеет. Ему и сеять не надо. Он в каждом из нас сидит. Он сеет нашими словами, нашими движениями, нашими досмотрениями. В Суре 16 дней, 19, самый сильный человек на земле был самцом. И где он погиб? Во сне. На коленях у женщины. Обязательно. Где сам? Вот они всегда идут в обвинку. Ну и что? Ей открыто в спальне. Ну и у него дальше в обрезал на наену. Просто. И вы знаете, чем она хочет. И спи. Враг спеял ему очень много. Дал очень много, но и отнял. Вторая книга. Восплав четыре свиньи восстей. Говорит, Павел, и все пришли, чтобы убили. Григо Саак 3.19. Как две женщины. Перед Соломоном не верю. И она говорит, что спала ребенка. И да нет. Хорошо спала. Чтобы верующая мать за спала ребенка, я скажу, что никогда не слышал. А то двойницу написано где? Потому что они их во сне нажили, а во сне она его сдавила. Ты проси, Боже, Господи. Вы слышите мою молитву о детях. На черное место выдвините эту молитву. Чтобы обстановка у нас в детстве изменилась. И скажи, даже я в город сюда поеду. Никогда бы заслужение не пропущу. Я в детстве буду в церкви. На всеми месте Бог услышит молитву. В детстве. За словами. Вторая церковь 11.4. Далее стал смерть. Чего ему не хватало во сне. И везде об этом говорит. Что если человек спит. Сейчас смотрю, что самое главное, что простали. Простали монашесы. А от него все остальное. Они Библию убрали. Разогнали их делающие за монастырские стены. А дальше. Враг сел. Иначе сел и сел. Иначе сел и сел. И вот. Миллиард мусульман. Миллиард буддистов. И те, которые верят в христиане. Это все по сомнениям еще. Правильно ли все верят. Враг сеет день и ночь. А чтобы чистое семя сеет. Надо его знать. А чистое семя у Христа. Которое сеет через Буху. Слышим. Через нас. Если мы будем знать Слово Божие. Значит и болитву нашу. Если будем направить к этому. Господи враг. Оголевает сном. Я повторяю. Мне не одноводняющее. Не удавалось. Прожить. Чтобы враг не нападал через сон. Каждый день нападает. Но помилоки Божьей ни разу не покорился. Страшно тяжело. Руки опускается. Молокон. Заткнул на компьютер. Но это секунд пятнадцать допустим. Понимаем. Выход в дверь. На молитву. Все покорно. А тут из буквально на короткое время опять нападает. Я не просто понимаю усталость какая. Это не в этом дело. Все прекрасно. Все хорошо. Почему я должен спать? У нас все плени. Уже не будет этого с нами. Господи. Дай нам всему быть чистыми твоими сенителями. Аминь.